МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Руссул. Здравствуйте в этом выпуске. Пост эпидемиологического контроля в аэропорту города Нарьинмара для прибывающих в округ снят. Такое решение было принято на последнем заседании оперативного штаба по коронавирусу. Работа в полиции уже давно перестала считаться только мужской профессией. Наравне с сильной половиной человечества женщины работают дознавателями, раскрывают преступления, несут дежурство, охраняя покой граждан. Древнее городище Пустозерск – место паломничества старообрядцев. Практически ежегодно от храмового старообрядческого комплекса паломники отправляются в Пустозерск. Маршрут проходит по улицам Нарьинмара, а затем водным путем. Представители старообрядческой общины предложили назвать этот маршрут путь к овакууму. Аномальные морозы и существенное ухудшение естественной кормовой базы, а также начавшиеся в марте метели и снегопады, ограничили диких животных в перемещениях. В это трудное для них время Центр природопользования и охраны окружающей среды проводит мероприятие по распределению корма и минеральной соли на территории охотничьих угодий. И в начале выпуска эпидемиологической ситуации в регионе за прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Нарьинмара, Верхней Пешей и Харуты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 1036 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели 9 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 45 пациентов, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 15 человек, находятся на амбулаторном лечении 30 человек. Из коечного фонда занято 22 койки, 40% коечного фонда свободные. Из них 19 человек находятся в инфекционном отделении, 3 человека занимают койки в инфекционном отделении. По состоянию здоровья пациентов, 3 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 16 – среди тяжелые, 3 – в состоянии крайне тяжелым и тяжелым. По возрастной разбивке 1 пациент у нас в возрасте до 18 лет, 12 – до 59 – старшая возрастная группа. По месту пребывания 10 пациентов – это город Нарьинмар, 2 – искатели, 2 – иногородные пациенты, 2 – из села и 6 пациентов, которые у нас находятся на лечении, которые приближались с месторождения. В регионе зарегистрировано 3 летальных исхода от коронавируса. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Нарьинмаре и Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. И в продолжении темы – послабление эпидемиологических мер на территории Ненецкого округа. На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу был принят ряд мер, смягчающих режим повышенной готовности. Наталья Дуркина продолжит тему. Первым вопросом обсудили снятие режима самоизоляции для жителей 65+, так как большая часть вакцинированных как раз приходится на жителей высокого возраста. Активно вакцинировано население округа. На сегодняшний день у нас привито 2240 человек. Закончили полностью вакцинальный курс – 1072 человека. И на первом этапе у нас пока 1168 человек. Все вакцину отправляем ежедневно. Сегодня разговаривали с нижней тёжей, они сегодня поехали в волоковую. Из-за стремительных темпов вакцинации было принято решение освободить жителей 65+, от режима самоизоляции. Во-первых, люди уже просто измучились на этой изоляции. А во-вторых, полным ходом идёт вакцинация, и у жителей совершенно определённо есть выбор. И те, кто хочет, они имеют возможность вакцинироваться. Думаю, что люди старшего возраста даже больше вакцинируются, чем молодёжь. Поэтому предлагаю эту норму снять, отменить самоизоляцию для жителей 65+. Следующим вопросом на оперативном штабе по коронавирусу рассмотрели послабление мер для пребывающих в регион жителей и гостей. С начала года губернатору округа поступало большое количество обращений в социальных сетях о том, чтобы снять пост контроля в аэропорту. Снять хотя бы для того, чтобы людей не обязывать жёстко каждый раз при перелёте привозить эту справку. Многие из них уже прошли вакцинацию, многие жители переболели и имеют антитела. И нет смысла, наверное, держать сейчас пост и создавать для людей лишние препятствия для того, чтобы они перемещались. Таким образом, с 5 марта пост был снят. Однако окружным работодателям рекомендовано допускать на работу сотрудников, вернувшихся из других регионов, при условии наличия справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Это может быть тест ПЦР, справка на антитела или сертификат о законченной вакцинации. Также работодатели могут за счёт средств собственного бюджета оплатить тестирование и учесть его в налоговых расходах. Разрешаем проводить культурные мероприятия, массовые мероприятия с наполняемостью залов 50%. Я думаю, что это будет хороший подарок не только жителям, но и прежде всего женщинам к 8 марта. Поэтому всех членов нашего штаба женщин я поздравляю с наступающим праздником 8 марта и желаю не только крепкого здоровья, но ещё и любви и счастья. Спасибо большое. В завершении заседания губернатор округа Юрий Бездудный поздравил всех женщин Ленинского округа с наступающим праздником. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал Север. Сотрудники Центра природопользования каждую неделю выезжают на особо охраняемые природные территории. В этот раз в рейд с ними отправилась наша съёмочная группа. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Сотрудники Центра в плановом режиме осуществляют мероприятия по охране режима особо охраняемых природных территорий регионального значения. Мероприятия проводятся совместно с правоохранительными и другими природоохранными ведомствами. Задача сотрудников – выявление нарушений режима особо охраняемых природных территорий и иных правил. В результате прошедшего рейда на территории заказника Нижнепечорский выявлено административное правонарушение. Возбуждено административное дело по факту нарушения правил рыболовства. Сотрудниками изъята незаконно установленная рыболовная сеть. В окружающую среду выпущена Нельма. Тем самым предотвращен ущерб окружающей среде на сумму 21 622 рубля. Участковые полномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции взаимодействуют с Центром природопользования и охраны окружающей среды по многим направлениям. Основные направления у нас регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного вылова водных биологических ресурсов, а также пресечению незаконной охоты. При проведении данного рейдового мероприятия осуществлены биотехнические мероприятия. В этом году зима выдалась достаточно суровой как для людей, так и для животных. Сотрудники Центра природоохраны выехали на рейд не только для того, чтобы проинспектировать особо охраняемые природные территории, но и для раздачи биологического корма. Аномальные морозы и существенное ухудшение естественной кормовой базы, а также начавшиеся в марте метели и снегопады, никак не улучшают ситуацию. Животные ограничены в перемещениях и испытывают дефицит корма и соли. В целях поддержки животных в это трудное время Центр природопользования и охрана окружающей среды совместно с Департаментом природных ресурсов и агропромышленного комплекса осуществляют мероприятия по распределению корма и минеральной соли на территории охотничьих угодий. В 2021 году для этих целей планируется использовать 1650 килограмм сена и 2000 килограмм соли. Сейчас мы находимся на одном из участков, где в ходе нашего рейдового мероприятия мы дополнительно осуществляем подкормку животных, поскольку зима была и есть, пока еще лютая. Им кушать хочется, поэтому мы привезли подкормку. Подкормочные мероприятия улучшают условия существования диких животных в естественной среде обитания, способствуют сохранению численности и воспроизведению видов. При контроле за состоянием подкормочных площадок установлено, что сено и соль поедаются животными практически полностью, что свидетельствует о положительном эффекте проводимых биотехнических мероприятий. В рейде в рамках осуществления экологического мониторинга на особо охраняемых природных территориях регионального значения осуществлен отбор пробы природной воды из реки Печора в целях химико-аналитического анализа состояния воды данного поверхностного водного объекта. Елизавета Кабанова, Дмитрий Семяшкин, Телеканал «Север». Ненинский автономный округ получит дополнительное финансирование на строительство автодороги на Ринмар-Усинск. Из федерального центра планируется направить 5,5 миллиардов рублей на продолжение строительства объекта. Дорога на Ринмар-Усинск строится в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как пояснили в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского округа, за счет дополнительного финансирования будут обеспечены действующие контракты по строительству автомобильной дороги на Ринмар-Усинск. В 2021 году планируется завершить строительство первого участка и продолжить строительство второго участка. Кроме того, планируется начать строительство нулевого участка с мостом через реку Шапкино. На 2022 год запланировано окончание строительства второго участка и продолжение работ на нулевом участке. Федеральные средства на строительство автомобильной дороги на Ринмар-Усинск предусмотрены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Государственные программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2021-2022 годы. Более 200 выездов на тревожные сообщения и на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть. Выявлены и привлечены к административной ответственности 65 нарушителей общественного порядка. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Таковы основные итоги деятельности вне ведомственной охраны Росгвардии в Ненецком округе с начала этого года. В настоящее время по централизованной охране отдела вне ведомственной охраны находится более 200 объектов различных форм собственности, а также в мест проживания и хранения имущества граждан. Централизованная охрана объектов заключается в постоянном наблюдении за состоянием средств сигнализации, регистрации, зарабатываний, а также направлении групп задержания на охраняемые объекты для отработки сигнала тревога. Группа задержания вне ведомственной охраны круглосуточно обеспечивает правопорядок на улицах города Нарьанмара и поселка Искатери. Перед заступлением на службу сотрудники вне ведомственной охраны проходят инструктаж. Личный состав и технику тщательно проверяют на исправность и готовность к суточному дежурству. Приказ заступить на охрану объекта освещения общественной государственной безопасности во время несения службы соблюдает законность при общении с гражданами вести себя вверх и тактично. Вольно. По машинам, что вы можете. Группа задержания вне ведомственной охраны видна издалека. Экипажи служебных автомобилей с краповой полосой и надписью «Росгвардия» на борту охраняют спокойствие жителей и гостей Ненецкого округа. Глава Наринмара Олег Белак на встрече с представителями Старообрядческой и Поморской общины обсудил возможность создания духовно-просветительского маршрута «Путь к Авакуму». Планируется, что он будет пролегать в древнее городище Пустозерск, место паломничества старообрядцев. Практически ежегодно от храмового старообрядческого комплекса паломники отправляются в Пустозерск. Маршрут проходит по улицам Наринмара, а затем водным путем. Представители Старообрядческой общины предложили назвать этот маршрут «Путь к Авакуму». Протопоп Авакум – историческая личность для России и всех старообрядцев в мире. Его имя неразрывно связано с Пустозерском. Здесь, после церковного раскола, в 17 веке он и его сподвижники были заточены 15 лет в земляной тюрьме и затем сожжены в 1682 году за великие на царский дом Хулы. Именно здесь Пустозерский Авакум написал свое знаменитое житие протопопа Авакума, ставшее культурным памятником старославянской литературы. В 2020 году в юбилейный для писателя год на территории старообрядческого комплекса в городе Наринмаре был открыт памятник мятежному протопопу Авакуму. В сентябре этого же года в столице Ненецкого автономного округа прошла конференция «Пустозерская проза. Протопопа Авакума. Мировое духовное и культурное наследие». Форум был посвящен 400-летию выдающегося писателя и религиозного деятеля 17 века. Участники конференции предложили назвать в честь Авакума одну из улиц города. Но потом в старообрядческой общине решили скорректировать идею. В районе морского порта обустроена смотровая площадка. Именно отсюда паломники отправляются в Пустозерск. Представители старообрядчества предложили мэрии связать это место с именем протопопа Авакума. Глава Наринмара поручил специалистам городской администрации изучить этот вопрос и вынести на рассмотрение комиссии потопонимики, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей. Работа в полиции уже давно перестала считаться только мужской профессией. Наравне с сильной половиной человечества женщины работают дознавателями, раскрывают преступления, несут дежурство. Охраняя покой граждан, достойно справляются с возложенными на них обязанностями. Накануне Международного женского дня расскажем о сотрудницах окружной полиции. Слово Александре Литковой. 8 марта – единственный праздник в году, который Светлана Мясникова могла отмечать дома. Впрочем, это теперь в прошлом. Уже 4 года как женщина вышла на заслуженный отдых, но продолжила работу в органах. Более 20 лет в органах внутренних дел работает и Анна Дрига. Начинала в паспортно-визовой службе, затем была работа в уголовном розыске, а сейчас ее можно смело назвать правой рукой начальника окружной полиции. Работая секретарем, Анна часто вспоминает, как все начиналось в далеком 1995 году. Первое время, конечно, было трудно, потому что работали, можно сказать, без выходных. Очень часто были тревоги, по тревоге поднимали. Там день отработали, вечером на проверку жилого фонда. Быть женщиной-начальником, пусть даже и в небольшом коллективе, не самая простая задача. Полковник полиции Ирина Ермолина признается, работать с мужчинами намного проще. Я думаю, что женщины более эмоциональны, и поэтому, наверное, с ними сложнее. А мужчины, они как-то более сдержаны, они не высказывают свои эмоции. Поэтому, наверное, с ними более проще, мне кажется. На сегодняшний день в окружной полиции служат 138 представительниц прекрасного пола. Это исследователи и оперуполномоченные, и инспекторы по различным направлениям деятельности. Наших героинь отличает преданность профессии, желание служить людям, несмотря на трудности. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком автономном округе продолжается прием заявок на участие в соревнованиях по снегоходному кроссу. На Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Артура Челенгарова. Гонки пройдут в субботу, 20 марта, на Качгартинской Курье. Участники будут соревноваться в двух номинациях. В классе «Свободный» мужчины старше 18 лет. Победителем станет тот, кто покажет лучшее время в заезде. В классе «Буран» будут соревноваться мужчины с 18 до 55 лет, и женщины с 18 лет, а также ветераны. Мужчины 55 лет и старше. Победит тот, кто первым пересечет линию финиша. Победители и призеры будут определены во всех группах. Заявки принимаются в сканированном виде на адрес электронной почты, который вы сейчас видите на своих экранах, а также и на бумажном носителе по адресу город Наринмар, улица Выучейского, дом 30, здание «Дюц-Лидер». В рабочие дни с 9 часов до 18 часов. Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона 4-39-01. Регламент соревнований и шаблон заявки опубликованы в группе детско-юношеского центра «Лидер ВКонтакте». Мария Неверова идет на поправку. Нашу землячку, совершившую неудачный прыжок с парашютом, перевели из реанимации в стационар. Как отметил на своей странице ВКонтакте, брат девушки Никита Неверов, Маша с прошлой недели находится в стационарном отделении. Бодра, весела, вовсю работает над восстановлением, готовится к своему дню рождения и строит обширные планы на будущее, написал Никита. Ранее он сообщил, что уже начата работа по восстановлению двигательных функций ног. Маша делает комплекс упражнений, ей проводят специальный массаж конечностей, аппаратные процедуры. Обсуждается и планируется комплекс реабилитационных мер, в дальнейшем протезирование шейки бедра и нескольких зубов, которые пострадали при падении. Мария уже значительно оправилась, пользуется телефоном, мессенджерами и социальными сетями. Она может говорить и достаточно окрепло, чтобы общаться голосом. Напомним, 3 января уроженка Ненецкого округа Мария Неверова совершила прыжок с парашютом в составе группы спортсменов-любителей. При заходе на посадку, совершая маневр на низкой высоте, девушка допустила жесткое столкновение с землей. Находилась в реанимации больницы города Черкеска. На лечение Марии объявили сбор средств. После стабилизации состояния было принято решение о транспортировке Марии из Черкеска в медицинское учреждение города Москвы. Сейчас она проходит лечение в ЦКБ, управделами президента Российской Федерации. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok